Всем привет, добро пожаловать на канал Played Home, а также в наш картель. Мы продолжаем прохождение картель тайкуна. Что у нас с вами сегодня по планам? Во-первых, на повестке дня большая взятка, надо дать 100 тысяч, 80 у нас уже висит, и производство муки, надо будет сделать 50 единиц. Перед тем, как мы это сделаем, смотрите, у нас это получается находится на соседней территории, поэтому предлагаю потихонечку начинать отжимать. Но сначала мы вот что посмотрим. Это тот самый город соседний, который мы должны будем отжать. И тут у нас сидит некая дамочка Мария Изабель Кариль, точнее Карильо, да, благочестливая чиновница и страстная любительница любых денег. И если мы хотим получить этот город, эта дамочка, вот эта прямо дамочка с жемчугом на шее, она хочет 50 тысяч долларов. Ты прикиньте, это просто жесть. Город также находится под контролем правительства, и взятки на 30% грязных денег взымаются при перевозке. Жесть, это просто жесть, но у нас других вариантов нету, так как нам надо забирать вот эту плантацию. Да и производство именно, нет, вот это, да, именно муки, именно здесь хорошее. То есть у нас вариантов особо-то и немного, нам надо туда дергать, поэтому берем наших бравых ребят в виде Феликса, и он шурует вот сюда. Нет, сначала все-таки, я бы сказал, забирать деревню, да, один на один заморачивается, и ему наш друг Гектор поможет, естественно, во всем. Пускай то, что отправляется. Значит, что у нас здесь висит? Во-первых, я... Сколько у нас еще дней осталось? Два дня. А сколько стоит новый склад построить? Хочу увеличить скорость здесь этого производства и так далее. Значит, у нас это будет стоить, стоит, стоит, стоит. Логистика. Склад 5 тысяч, да? Отлично. У нас есть все деньги, мы можем себе это позволить. Поставим его где-нибудь вот здесь. Он нас все захватывает. Осталось только ему проложить дорожку и закатать здесь все в асфальт. Кстати, закатать в асфальт в этой игре, наверное, все-таки немножечко имеет несколько смыслов, как минимум. А по поводу асфальта и дорог, да, я читал ваши комментарии, многие писали, Серега, в этом нет никакого смысла, надеюсь, это будет все долго. Я об этом еще, в принципе, в первом ролике сказал. Я просто хочу, чтобы было более-менее по красоте, иначе это как-то очень похабанно будет выглядеть и в угоду скорости жертвовать каким-то, знаете, неким реализмом. Потому что, ну, как можно ставить завод по производству там сушеного укропа и фабрики прямо вдоль и около дороги между городом и деревней или где-нибудь, прямо вообще впритык просто к основной трассе к аэропорту. Ну, это же абсурд, это вполне еще абсурд. Я, конечно, понимаю, что хочешь что-то спрятать, положи это на видном месте, но, ребята, это явно не так работает, и это явно не про эту историю. Значит, деревню мы тем временем отжали, берем Гектора, дружище, и отправляем вот сюда, и Феликса сразу же за ним тоже вот на соседнюю фабрику. Ой, не фабрику, это у нас с плантацией, да. Будем сейчас потихоньку отжимать. А еще у нас здесь есть аэропорт. Аэропорт нас принадлежит кому? Аэропорт нас принадлежит... А, Ародангенсу, да, что-нибудь там посмотрел. Здесь есть аэропорт, здесь есть еще одна резиденция второго уровня, и здесь еще есть деревня. Круто. Это все надо будет сейчас отжимать. А что у нас по времени? 105 тысяч и один день. Ну, мы укладываемся. Сейчас мы этого товарища накормим баблом, и я надеюсь, он нам в дальнейшем будет помогать. Хотя, я думаю, это будет бесконечная дойка, вот 100%. То есть, один раз дал, все, пошел, поехал. Что касается развития города, нам бы как-то вложиться куда-нибудь. Например, фермы. Если мы прокачаем фермы за 8600, длительность 4 дня, то у нас с вами будет вместимость больше. Новый ресурс появится. Кстати, неплохо, да. Можно будет попробовать ее перенести куда-то поближе. Хотя, судя по данным территорий, здесь не самая благоприятная территория и место вообще для высадки этого дела. Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Дальше, что у нас тут есть? У нас тут еще имеется бонус от нашего лейтенанта, да. Склады не трогаем. Резиденция. Так, вместимость в хранении еще 2500 дополнительных грузовики. Один, размеры с цех, 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 цех. Дает нам, что хранение и стоимость удержания повышается. Не, пока, наверное, не будем трогать. Лучше будем копить деньги на выкуп соседней территории. О, а вот и Пабло Креспа появился. А как гора, точнее, гора, да. Знал, что ты меня не подведешь, друг мой. За некую доплату я могу тебе решить проблемы с силовиками. Обращайся. Друг мой, блин, не друг ты мне, гад. Феликс презрительно отсчитывает ему, короче, пачку баксов и отдает ему сумму в 100 тысяч долларов. Пшел ты. Во, красавчик, правильный ответ. Почти что прямо, как я это все сказал. Молодец. Значит, что мы делаем? Это мы сет... Да, блин, никто нажал сетку, мы с вами убираем. Что по отжиму территории? Ну, потихонечку она пошла. Давайте мы, наверное, вот так сейчас делаем, забираем. И нашего лейтенанта Гехтера отправляем вот сюда. Заводы и фабрики потихонечку, наверное, есть смысл включать. Правда, наверное, надо будет перераспределить еще отправку товара, потому что нам нужен аэропорт будет, иначе здесь это будет складироваться. Надо, короче, территорию жать. Надо жать просто по полной, по полной и очень-очень-очень быстро. Видите, у нас здесь все в ответные знаки, некуда возить, некуда производить. Так что жмем, 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 жмем. Ребята такие на одинаковых тачках просто разного цвета катаются по территории. И никакого сопротивления. Ну, хотя, с другой стороны, какое здесь сопротивление? Здесь бабуся коррумпированная к хренам сидит. А вот на соседних территориях, кто там, интересно? А тут у нас сидит глава города Альфонсо Табар, влиятельный глава картеля Лас-Марерос. Он выводит у нас укроп, овощи, специи. И точка сбыта у него порт Фоск... А, порт? Серьезно? Я только сейчас обратил на это внимание. А в натуре, кстати. У него порт, а не аэропорт. Классно. Это реально очень-очень круто. А в других городах, что у нас по источнику с бытом... А вот это классно. Смотри, глава города Андреас Гарсия. Интеллигент и любитель роскоши. Глава картеля Нуэво Группо. У него все есть. Он, наверное, самый жирный здесь. Он самый тут... Хотя... Не понял. А где у него все? У него только это? То есть, получается, у него идет только сбыт? У него идет только сбыт, и он, скорее всего, работает как силовик. То есть, он отжимает. Он отжимает или ходит, дует всяких фермеров. Типа, вот, товарища из этой территории. Ну, это я про себя так сказал. Но я надеюсь, он пока нам никаких проблем составлять не будет. Доставлять, точнее. Что у нас здесь? Здесь у нас здесь какой-то тоже зажатый в уголке городок. Уровень силы 9. Ну да, это чисто бандосы. Глава города Фернандо Саселедкино, короче. Глава картеля Порлобо. Умная, расчетливая и невероятно жестокая. Ну да, красота, жесткая тема. Поговаривает об особой любви к убийствам. Местных копов. Слушай, а где ты была раньше, когда я сотку отдавал, блин, а? Слушай, это да. Смотрите, город находится под контролем вражеского картеля. Война при перевозке 100% грязных денег взымает. Вы представляете? Жесть. Просто, просто, блин, жесть. И у нее есть что? КПП в Лос-Грэндос. Жесть. У нее еще КПП. То есть, в открытый мир туда, да? Хочешь уехать, все через нее. Прикольно. Прикольно, классно, круто, да. Значит, дальше отправляем. Раз. Два. Здесь сразу все активируем. Начинаем это все дело потихонечку мутить. Так, а мы, интересно, можем возить, если это не наш аэропорт? А, нет, написано вражеский картель. Да, то есть, по-любому никак не сможем. Надо его забирать. Давайте, наверное, я сейчас попрошу об этом Гектора, чтобы он сгонял, отжал аэропорт потихонечку. А Феликс как раз-таки добьет все эти оставшиеся территории, фабрики и заводы. Приступить один к одному. Там, походу, будет сложная сейчас борьба. Но, если что, Феликс попросим туда отправиться. Так, производство производится? Да, производство производит у нас. Это мы тоже активируем сразу же. Ну. А, тут еще две фермы у нас. Окей. Окей, окей, окей. А здесь у нас на складе все. Да здесь все хорошо. Грузовики катаются, все это мутится. Федералов пока нету. Ну, сотку дали с другой стороны. Хотя, кроме этого горы, еще, помните, там был другой товарищ. Забыл, как его зовут. Робертос или Рамирес какой-то. Он нам тоже, наверное, будет сейчас подсаливать как-то жизнь. Не будет, это сладкое. Только вопрос по поводу взяток. У него, по-моему, в прошлый раз, когда мы играли, это была взятка Полтаха. Полтаха. То есть, гора от нас сейчас отстала на время или на совсем, неизвестно. А вот мелкие, 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 мелкие. И я думаю, как бы у нас соседи не стали как-то интересоваться нами. И не стали с нами как-то пытаться торговаться или брать с нас бабло за территорию. Но здесь это не получится. Потому что, по идее, мы здесь уже отжали первую резиденцию. Точнее, ну, резиденция первая, но она третьего уровня, да? А вот город. Город третьей силы. Не получится пока. Ладно. Ладно, давайте, наверное, пока, да, не будем спешить. Как пойдет, так и пойдет. Хотя вдвоем они составляют три единицы. Вместе они с Гектором сложатся, то будет трешка. Это не надо будет одновременно приехать. Так, аэродром был захвачен. Шикарно. Гектор, друг, давай тогда мы отправляем тебя на захват деревни. Так, отлично, она у нас пошла. Аэропорт мы тогда сразу подрубаем. Пускай он у нас начинает переносить деньги. И отсюда мы сделаем уже... Точнее, отсюда. Вот отсюда мы сделаем доставку уже в аэропорт. Пускай самолеты возят чистую муку. Только вопрос. Она у нас будет возиться в каких объемах? Я вот не помню. Надо посмотреть. По-моему, по укропу там что-то было десятка, по-моему, или сколько-то того. А, десятка, да, все правильно. А это у нас будет 16 единиц возить. Круто. Круто, круто, круто. Самолеты заправились. И первый грузовик у нас уже отправляется на загрузку. Здесь у нас что осталось? Последняя лаборатория. Точнее, последняя ферма. А это мы все активируем. Вот, пошла раз. Пошла два. И это тоже надо подрубить. Шикарно. Где Гектор? Как там у него дела обстоят? Он там отжимает? Нет? А, он уже забрал деревню. Ну и осталось только забрать... Да уж, осталось забрать резиденцию. Мы суммарно по силе, конечно, превосходим. Но он один тут будет сейчас? На третьем уровне? Посмотрим. Ладно. Надеюсь, все у него получится. Сколько мы произвели единиц? 15 единиц уже готов. Окей. Это мы активируем. И, наверное, теперь есть смысл Феликса отправить обратно домой. Он нам дает бонус к складированию и грузовикам. Поэтому на этот склад он уходит. А Гектора после замеса... Ой, как тяжело идет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Друг, тебе надо по-другому. Как мне отмену заданий тебе дать? А никак, походу, да? Слушайте, а походу на то ли никак. Статистика, инфо... Не, никто не двигает. Черт, пока не доедет, мне его не передать ему. Очень долго, видите, идет захват. Там прямо сражение. Деньгами у нас уже 25 тысяч нафармлено. Осталось чуть-чуть. Столько же, по сути. И можно будет забирать у этой коррумпированной бабули всю ее землю. Давайте, наверное, этот момент ускорим. Феликс. Добираешься? Добрался. Поехать. Давай, сгоняешь. Я думаю, все равно это будет быстрее. Хотя, как бы, это не получилось так, что он сейчас приедет. И Гектор там уже все заберет. Ну, ладно. Это говорит о чем? О том, что здесь надо провести альтернативную дорогу от этой резиденции. Вот сюда. До перекрестия. И здесь там объединить две территории. О, Рамос. Тот самый хрен, про который мы буквально недавно разговаривали. Узнал? Ну, да. Вспомнишь оно, вот и оно. Твоя деятельность привлекает все больше и больше внимания. В игру стремятся вступить федералы. Знаешь, чем это грозит? Они арестовывают все, что видят. Да-да. Теперь под арестом будет целая гроздь этого их под производством. Хм. Ах, да. Полиция в стороне не будет оставаться. Могу помочь с федералами просто потому, что могу. И он хочет уже сто тысяч долларов. Слушай, аппетит приходит во время еды у него. Он прямо, причем не получил ни в первый раз, ни во второй. И в итоге он получает все больше и хочет все больше, больше, больше. Но у меня нет таких денег. Вот хоть ты тресни. Вот просто, вот хоть ты тресни, бабок нет. Поэтому, амсусори. Давай мне две звезды. И гори в аду. Панфилио, таких бешеных собак, как ты, как не прикармливаешь, все равно сожрешь. Кстати, да, это прям очень хорошее замечание. Мне не нужна твоя помощь. Вот так вот. Мы сами справимся. Будем обороняться. Понял. Приходи со своими федералами. А федералы у нас две звезды. Арест. Так, подозрительное здание и стоп, скорость поменьше. Так, и все, что арестовывается вокруг и рядом. Нехило. То есть, АОЕшка, да, у нас будет идти. А куда вы едете? Склад привлекает внимание. Склад. А, серьезно, пацаны, 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 пацаны. В Беренька едем вот сюда. Мы территорию всю отжали. Теперь прикрываем. Поехать. Сюда, сюда, сюда. Успеем, нет? Ну, теоретически, да. Теоретически, да. Должны. Слушай, ну это жесть, это жесть. Сейчас будут такие люди ищут по ходу разборки. Самое, что интересное. Откуда они вообще выехали? А, они выехали из соседнего города, да? А здесь у нас кто? Глава города Фернандо Селедкина, в общем. Глава картеля Первого Лоба. Увная, расчетливая и невероятно жестокая. Поговаривает об особой любви к убийствам местных копов. У нее есть границы, у нее есть все, что хочешь. Опа. А, это что, Тони Кинтеро, АК Монстр. Сеньор Феликс, я просто не верю. Вы помните меня? Извини, что-то не припоминаю. Глаз Феликса нервно дернулся. Здравствуйте, сеньор Феликс, меня зовут Тони Кинтеро. Но большинство людей меня зовут просто Монстр. Вы мне давным-давно помогли, и вот, наконец-таки, я вас нашел. Хочу стать частью вашего картеля. Какой-то он подозрительный. Кстати, кому интересно, он очень похож на бойца из группировки Морвея Сильватура 13. Ну, короче, у них на башке пишется МС-13. Кому интересно, можете даже в Гугле или в Яндексе, или там в Ютубе вбить ролики. Посмотрите прямо, кайфанете. Очень много интересной информации. Очень жесткие, очень жесткие, очень жестокие ребята. Чем похож даже. Ну да вот, я, короче, себя не знаю, поэтому напомни. Напомни, чем я тебе помог. Мне тогда было лет 9, совсем шкет. Работал я в доме богатых чиновников, чтобы хоть как-то прокормить себя. Свою трехлетнюю сестру и больную мать. Сеньора Мирилька отправила меня гулять с щенком своего сына. Щенок крутой был. Черт его знает, какой породы. Но, сука, жутко дорогой и любимым этими мелкими ублюдками Пабло. И вот я иду, и тут выворачивают на меня трое местных отморозков. Хватает собаку и приставляет к ее горлу нож. И начинаю, я начинаю скулить сам, как щенок. Просить нас отпустить. Говорю, что собака дорогая, и за нее дадут выкуп. Они смеются и говорят, да шавка ничего не стоит. А вот твои слезы без сцены. Блин, у меня аж морозки пошли по коже. Блин, такие ублюдки, реально ублюдки. И я отрезаю щенку ухо. Мой крик, его щенка на секунду оглушили меня. В эту секунду появляется молодой черноволосый мужчина. Он тогда мне показался каким-то невероятным. Как бог, как спаситель. Он просто достал пистолет и шпана растворилась. Щенок упал в лужу собственной крови. Мужчина протянул мне руку, улыбнулся и сказал. Я, Феликс. Знаешь, дружок, для чего? Ну, каждому нужно оружие. А нужно для того, чтобы защищать тех, кого обижают. Блин, классно сказано. К сожалению, только в наших реалиях это так не работает. Я очень надеялся, что когда-нибудь снова встречусь с тем мужчинам и скажу ему спасибо. Я говорю вам спасибо. Хорошо, что я помог. Так а что с тобой было потом? А, это. Я нес окровавленный щенка в особняк. Моя одежда вся пропиталась его кровью. Когда я вернулся, меня избили и посадили на цепь на три дня. Я сидел, зафекшую своей собачьей кровью на одежде. Ненавижу, блять, одежду. Понятно, почему ты теперь голый. Если бы не вы, меня бы убили либо в твой подворотне, либо во всем обвинили. И, точнее, либо в этом винном погребе. Да, хорошо, что я тебе это помог. Я вижу, ты крепкий парень. Добро пожаловать в картель. Во, шикарно. У нас теперь плюс один головорез, да? А где он? Вот он. Какие-то бонусы у него имеются? Бонусы нету. О, зато он сильный. Это самый его главный бонус. О, нахереть какой сильный. А что у нас здесь по производству? Наши ребята приехали одновременно. Привлекает внимание. Они переезжают. Они переезжают, мать вашу, срочно сюда. Они бросили. Они на другую ферму теперь идут. Какого хрена? Блин, охереть, я не успеваю. И... Замес. Ферма была арестована федералами, да? Да. Склад уже привлекает внимание. А кого он привлек? Кто-то еще едет к нам или что? Нет, вроде никого нету. Ну, их, походу, что-то все привлекает. Ну, как и было сказано, да, сработал АОЕ-арест. АОЕ-демак, как бы, по площади, да? И все, что было здесь, все закрыто. Охренеть. Просто охренеть. А... Серьезно? Он... Да ладно. Они тоже сидят на этой арестованной ферме и не могут выдвинуться. Не, ну это... Это фигня полнейшая. Я думаю, будет замес. Какое-то сопротивление. А в итоге они сидят у нас под арестом там. Херово надо было их туда вытаскивать. Ну ладно, у нас с вами еще есть человек, работяга. Тони Кинтера. Посмотрим вообще, что он себя представляет. И... Соответственно... И, соответственно, соответственно, что? Мы его... А, это у нас не работает так. А это у нас пока-нибудь бесполезно. Сколько там денег? 31 тысяча? Надо еще полташечку. Ладно, это пока мы выключим. В общем, посмотрим, на что он способен. И как он себя будет проявлять в баталиях, в замесах. А по соседству у нас еще есть глава города Альфонсо Табар. У нас есть еще вражеский картель Андрес Гарси. Интеллигент и любитель роскоши. Глава картеля Нуэва Гроппо. Наиболее важным пунктом в регионе, если вы возьмете город под контроль, то вы сможете использовать весь регион по своему желанию. У него и самолеты, и причалы. И ни хрена больше нету. Поэтому он либо занимается транзитом, либо он занимается просто отжатием бабла. Да, то есть он чисто доитель такой, откровенный доитель. А у нас деньги-то есть на выкуп? 12 тысяч? Да, есть только 12 тысяч. Нам сейчас как бы... Ладно, немножечко лучше подождать, наверное, да? Буквально чуть-чуть. А здесь у нас вообще все прикрыто. Вообще все. Может на укропе пока бабла срубить? А здесь нам придется 13 дней, и еще выкуп будет. Сколько у нас выкуп здесь стоит? Здесь у нас выкуп идет по 12 тысяч. Ну окей. То есть там будет, наверное, либо такая же сумма, либо похожая. Вот почему полиция этого города не может договориться с ментами этого города? Ну ведь это реально. Видите, из других регионов к нам приезжают. То есть нет такого, что отсюда кто-то ширует. Все к нам откуда-то пытаются добраться. Что их привлекает внимание? Цех. Только почему-то они поехали в другое место. Они поехали куда-то вот сюда, да? Ну все. Этого самого муки у нас больше нет. У нас ее больше нету, и на этом мы больше не сможем зарабатывать в ближайшее время. И еще одни выехали. О, да. Слушай, ну здесь они, конечно, здесь они, конечно, трэшуют. Так, наверное, до деревни доберемся. Блин, еще один наряд поехал. Охренеть. Просто охренеть, я вам скажу. Они решили уничтожить там все к херам. Просто все. Это Ромас. Все, что было раньше, просто прогулка по весеннему лугу. Ты серьезно? Сейчас же начнется настоящий бой. У Бен уже пишут свои бумажки, чтобы начать тебя прессовать. Они планируют блокировать границы, которые ты используешь для сбыта и конфисковать твои грузы. И, как ты понимаешь, я все еще готов помочь. По поводу суммы, надеюсь, ты меня не обидишь. 200 тысяч. Да ну тебя в жопу, это нереально. Это нереально со самого старта 200 кусков нарубить. Не добавь взятку. Нет, обломись. Обижу. Да, когда-нибудь обязательно я тебя обижу, но не сейчас. Нужно разбираться с голодными стаями. Смотри, сколько их едет. Охренеть. Просто охренеть. Шуруют и шуруют. Забирают и забирают. Нет, ну понятно, что эта территория, она была, походу, чисто сделана под растерзание. Нам надо выехать теперь вот на этих плантациях. А самое, что интересно, надо плантации так еще раскидывать параллельно, чтобы мы могли что-то с вами выращивать. Слушайте, что-то с вами выращивать. А может быть мы, а может быть мы с вами займемся выращиванием овощей? Реально? За овощи же никто не посадит нас, да? Правильно? Правильно. Лаборатория. Так, цех не то. Ресурсы. Ферма. Вот, овощи. У нас они будут выращиваться. Где офигенно? Вот здесь у нас офигенно будут выращиваться овощи. Поставим-ка мы их сейчас здесь где-нибудь. Сколько это стоит? Тысяча долларов, тем более. Нормально. Так, раз. Два. Три. И добавим еще дополнительно здесь один склад. Склад, склад, склад. Вот сюда мы его преспондорим. Дальше нам потребуется дорога, естественно. Сделаем какая-нибудь... А, нам центральную здесь не протянуть, получается. А отсюда. А почему она не хочет идти у нас? А, только таким образом, да? Ну тогда сделаем вот так вот. Отсюда сюда. Здесь вот так. Вот так. Отсюда мы выводим вот сюда. Сюда и повели дальше. Давайте, наверное, даже вниз я отведем. Во, шикарно. И все. Легальный бизнес. Переходим в легалочку. У нас теперь выращивание огурцов, помидоров. Будем снабжать город. А что, классно. Пункт назначения. В город можно сбравлять, интересно? Нет, это нельзя сбравлять город. А, нет, исследовательский центр. Это не то. А на самолетах не хотите вывозить овощи, нет? Овощи, овощи, овощи. Кофе. О, овощи. Два доллара всего лишь будут приносить. Два доллара. Охренеть. Это очень мало. Но когда станет полная жопа, это, конечно, станет единственным для нас вариантом. Единственным нашим спасением хоть как-то там карабкаться и выживать. Потому что так или иначе придется выкупать все эти территории. Но овощи. Блин, помидорки. Слушай, это прямо замечательно. Помидорки или красные перчики болгарские здесь у нас растут. Федералы приятки скажут, о, понятно, помидоры, все. Хотя, они, наверное, заберут у нас килограмм этих помидор для того, чтобы просто, просто надо забрать. Иначе они не смогут. Так, что у нас по деньгам? 39 тысяч есть. До следующего уровня у нас УБН, блокада границ, конфискация. Жесть. Но пока у нас с вами кока стоит, да, мука. Поэтому мы особо на это не паримся. Давайте, наверное, еще выключим аэропорт, чтобы за него не платить. Ждем наших ребят, когда их освободят. Ну, а качок, Тони Кентеро, он будет тут сидеть потихоньку, выжидать. Выжидать своего часа. И когда появится момент, он, естественно, либо прикроет, либо сделает все как надо. Да. А что у нас вообще на самом деле здесь происходит? Слушай, у нас тут в хранилище пакетов целая куча. Прямо, да. А самолетов нифигашеньки нету. Надо, чтобы самолеты быстрее прилетали. Террор упал, видели? Полоса только что пошла вниз. У нас пад. А что, у нас все чисто, у нас все хорошо, у нас все в порядке, у нас все замечательно. Никто никого не трогает, мы перешли на овощи. Слушай, игра потихонечку перерастает действительно в такую полноценную тропику. Я видел, там многие начали писать, что игра реально копия ее только в альтернативном варианте. Слушайте, а сколько нам потребуется земли для... Ой, нет, не то я нажал, чтобы можно было поставить еще одну ферму. Влезет у нас она нет. Так, у нас вот здесь влезут фермы. Да почему мы нет? Да, давайте, давайте. Мы теперь не бандиты, мы теперь нормальные ребята. Мы ими, в принципе, и не были. Вот сюда мы поставим, вот сюда поставим и вот сюда поставим. Так, где наша дорога? Значит, мы ее отсюда проведем вот так прямо в аккурат. Иначе мы не сможем... Так, стоп, я не вижу ее ни хрена. А-то видите, она прямо на границе, не зацепляется, не цепляется точнее. А вот сюда она идет? Нет? Не идет. Вот так вот. Отсюда сюда, отсюда мы дальше протягиваем, отсюда. Во, нормально получилось. Тем более, здесь территория нам уже абсолютно не нужна, так как ничего не выращивается. Во. Мы с вами, ребята, просто офигенные. Мы просто офигенные грузовики у нас ушли. Давайте сделаем дополнительный склад еще. Логистика, склад ресурсов, который у нас будет забирать. А, ну они у нас фулки. Хорошо, давайте сделаем, да, склад дополнительный. Сделаем дополнительный склад. Прямо рядом вот тут его. Запобахаем. Он дотягивается. Дорогу сейчас мы просто прокинем. Вот. Отсюда сюда. И он сейчас будет отсюда все возить и потом это уже, соответственно, сваливать в аэропорт. Вот так вот и сюда. Да, у нас 35 тысяч, конечно. Не густо, не густо. Ладно. Я думаю, тогда на этом моменте мы уже с вами и закончим эту серию. Следующая серия, тогда наша будет задача подфармить деньжат и выкупить соседнюю территорию. Если есть какие-то подсказки, обязательно пишите их внизу. Но получилось так плотненько сегодня. Прямо плотничком. Конечно, сверху каких-то строителей сегодня не было. Но экшен был зубодоробительный. Все. Всех поднял и обнял. Если ждешь на моего серии, обязательно втекай ролику лайк. Пиши советы внизу. И я с вами прощаюсь. Единственное, что нахрен, наверное, соседские территории. Мы с вами, знаете, что сделаем? Мы с вами сделаем вот что. Поставим грузовики на исследование. 17 тысяч. Вот так вот. У нас будет больше грузовиков и больше хранения на складах. Это да, это правильно. Все. Всем пока.